15 тысяч лайков, и я завтра вас снова порадую классным видосиком. Вы знаете, ребята, я играю в FIFA еще с тех времен, когда яшники рофлили и добавляли карточки по типу этой или вот этой. А примечательны были эти карточки тем, что их какие-то параметры не соответствовали их цвету карточки. Допустим, вот у бронзы вот такие вот статы были, там у серебра были статы как у какого-то топового информа. Вот даже на память я не вспомню за последние там три года, чтобы было что-то подобное. Но в 21 FIFA на начальной стадии они заводят серебряную карточку. Ну, чтобы вы ярко понимали, о чем идет речь, у этого чувака все статы, ну, не считая шутинга, немножко круче, чем у легенды Инзаги, у которой рейтинг 85. Такая же история с Габриэлем Жезусом, у Жезуса лишь дриблинг больше, но у него рейтинг 83. В общем, вы поняли, что это сильвер карточка с приколом. Я очень рад на самом деле, что яшники немного сделали попроще свой фейс и начали добавлять какие-то забавные карточки. Ее вы можете получить в заданиях, если вы перейдете в режим серебряная ложа. За это тоже отдельный респект EA. Я редко вообще хвалю EA Sports, но в данном случае прямо вот спасибо. Это, чтобы вы понимали, отдельное местечко, где вы можете перейти и поиграть серебряными карточками. Чтобы не было дисбаланса, как в моей рубрике без доната. Вы просто не представляете себе, сколько времени я потратил на то, чтобы забить 500 голов в этой игре. За эти самые 500 голов нам дадут пак за 100 тысяч монет. Открою я его в конце, поэтому досмотрите этот ролик до конца. А у нас в скором времени будет крутая заруба в ВПЛ-очке. Манчестер Сити будет играть против арсенала. И вы знаете, где можно сделать ставочку. На сайте OneX по закрепленному комментарию. Или же перейдите по моему QR-коду. Ну и также про промокод не забывайте, он даст вам классный бонус. Ну и давайте же постараемся кайфануть этими самыми серебряными карточками. И продемонстрирую вам свой состав на воротах. Капино, серебряный галкибер. 196 рост. Два центральных защитника. Как вы догадались, они тоже из Бундеслиги. Est-Just или Just. Не знаю, как правильно считается его фамилия. В принципе, не важно. А важно то, что статуй у него просто сумасшедший. И стоит он 13 тысяч монет, чтобы вы понимали. Компанию ему составили тоже неплохой центральный защитник. Мавропанос. Крайний защитник у меня тоже выглядит довольно-таки неплохо. Айлтон. ПЗшник это прям бомба. 80 физика. 90 скорость. Метр 90 рост. Это просто сумасшедший. Вы посмотрите на эти статы. В какой-нибудь там FIFA 15-14 это был бы определенно какой-то невероятный бист. Худсон Адои, который в прошлом FIFA получал Future Stars карточку. Как можете видеть, звездой не стал. Но, возможно, в будущем мы будем с ностальгией вспоминать о его сильвер карте. Слева у нас будет стоять Патрик Клюверт. У него есть аж две карточки. Одна из Ромы, одна из Лептига. Поэтому я решил взять его в свою команду. В прошлом выпуске как-то я его не до конца протестил. А этот гиперлинк вы наверняка видели в моей последней битве составов. Это Соул и, собственно, Зубер. У которого все статы 70+. Прошу заметить. Ну и, собственно, вот так вот выглядит мой состав. Этот челик лишь для сыгранности. Не обращайте на него внимания. Пойдемте найдем нашего первого соперника на сегодня. И постараемся кайфануть от данного состава. Ну что, ребята, первый соперник. Вот такая вот интересная команда. Никого не знаю. Ну и похуй. Так, ну что, ребята, полетели, как говорится. Полетели, ебать. Не, Яшников на самом деле большой респект за данную движуху. Я думаю, опять же, вы знаете, как я люблю всякие креативные составчики с сильвер карточками. Патрик Клюверт. А что насчет Файнаса вот такой? Это что за тип? Так, лонг тут летит. Э! Так, тихо, пацаны. Давайте вот без таких приколов. Будущая звездочка. Будущая звездочка на выдру. И выдра в ближний. Не, ну это штанга. Куда же без штанги. Так, вот вам и ответная атака от моего соперника, который... Который может сейчас забить. Блядь, ну это Габелла. Так, Цупер. На Хацун, на Дой. Хацун! Найс! 1-1. 27-ая минута. Будущая звездочка. Возможно, опять же, забивает гол. Так, здесь какой-то супер-мега-скоростной чувак. Но у меня есть ПЗшник. Классный. Про которого я вам, собственно, говорил. Дальше. На Цубера. Цубер на выдру. И выдра Файнас крутит. Да что за голкипер у него? Блядь, да как он так летит? Я в ахуе. Это что? Как остановить? Блядь. Почему у меня одни и те же проблемы? Дальше. Выдра. Бля, выдра. Ближний. На нахуй, выдра. Шутинг 82. Это на секундочку больше, чем у половины форвардов АПЛ. Хацунадой. Я дам вот так вот. Блядь, я на выдру. Блядь. Ну это серебро, ребята. Ой. Что происходит? Блядь, что происходит? Блядь, какая глупая игра. Ну вы посмотрите. Ну что, ребята. Выпускаем серебряного Кристиану. В этой игре, конечно, у него Пейса нет. Но постараемся оформить какую-нибудь красивую баночку. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да пожалуйста. Так как он так на Пейсе оторвается? Ну кто это, блядь? Ну почему он так легко оторвает? Какой нахуй Джексон? Ты кто, блядь? Выдра. Выдра. На. Блядь, неужели это камбэк? Выноси нахер. Уф, горим. Блядь, как же весело играть с серебряными карточками. Вот это движ, я понимаю. Прям кайфово. Как он так каждый раз выходит? Не, ну это было прям в тайминг, в масть охренеть. Не, ну тут я только поаплодировать могу. За лонга сделать столько финтов и накрутить меня. Это прям легендарно было. Кто сказал, что играть с серебром скучно? Чекайте. Какой интересный матч у нас получается с тем временем. Блядь. Ой. Нормально я отобрал мяч. Как я ненавижу пропускать такие голы, когда чувак просто как электричка бежит и ничего ты с этим делать не можешь. Просто отбирает мячи, забирает. Я тоже побегаю? Ладно, давайте побегаем. Это очень интересно. Очень интересно. Делаем вот так. И Кристиану. Ой. Хорошо. Хатсун Адой. Хатсун. Адой. 4-3. Какой матч у нас получается, ребята. 74-ая минута. Клювер. Хорошо. Клювер. Ну, финанс. Ай. Блядь. Тихо. Тихо. Блядь. Тихо. Не, ну красиво. Красиво. Соперник достойный попался. 4-4. Серебром. Да, 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 играет, блядь, ебаный судья. Ну, последняя атака. А, это не конец. Тут до допов. Так, зубер. На, лонгшот. Фу. Как летело-то. Не, у него какой-то сумасшедший галкипер. Он тащит вообще все. Да как? Как лонг такое делает, блядь? Это... Я в ахуе. Я просто в ахуе от того, как он сейчас не забил. Это все. Это надо киберспорт-позу делать. Ох, я вижу, я вижу, как он забегает. Ну, да как ты это делаешь? Я в шоке. Это что за галкипер такой? Сотрость, блядь, ебаный. На. Вынимай, блядь, крестьяну. Добрый вечер, блядь. Напоминаем о себе. 5-4. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Выдра. Лонгшот нужен. Посмотрите на статистику матча. Ай, блядь. О, не, на самом деле не до смеха. Матч очень жесткий. Соперник попался очень сложный. Ну, посмотрите, он все кроет. Все читает. Ну, видно прям кибер из первого дивизиона какой-то. Еще бегает со скоростью света. Как мне догнать, я его не знаю, блядь. Мне просто повезло. Просто повезло. Или не повезло. Что? Блядь, только не видите, что пенальти. Я вас молю. Пенальти! За что я вообще ничего... Я вот... Я ни хера не понял вообще. Типа, чувак прострелил и на пенка. Влево. Нет, он по центру. Блядь! Что за матч? 5-5! Это что, алё? Так, вот здесь вот надо бы... Блядь. Это пизда. Вы серьезно? Вы серьезно? 6-5! Блядь, ну пиздец. Надо забить. Надо забить. Надо! Забить! 6-6! Блядь, что за матч? Что за матч, ребята? Просто ебанись. Кристиану забивает, блядь. Так, все, блядь, хватит. Я тебя молю, соперник. Остановись, бежу. Истерика, блядь. Так, Зубер. Зубер. В дальний! Штанга. Третья штанга за матч! Третья штанга за матч! Это что? Это пенальти. 6-6, что за матч? Я в шоке просто. На! Сейв! Так, я чуть-чуть вот так. Найс. Так, так, так. Так, я слежу за твоими глазками влево. Я думаю, ты влево ударишь! Хорошо, читаем соперника! Я вот так вот ударю, пожалуй. На! Так, если сейчас я отбиваю, то ты отлетаешь по центру. Эх, блин, нет. Красиво не получилось. Так, вправо. Победа, ребята! Победа! В этом невероятном потном матче мы побеждаем своим сильвер-сквадом. Я честно кайфанул. Кайден Джексон получает леопардовый мячик, но мы побеждаем, так что пусть идет нахер своим мячиком. В принципе, мне не жалко. Кристиану. Есть еще порох. Два галешника забил. Хатсу на двое двушечку. Выдра двушечку. Очень много пацанов тут выделилось, но статистика это пиздец. Ну, типа, соперник играл круто, как бы. Не поймите неправильно, но 6-6, а три штанги с такой статистикой. Если бы я еще и проиграл, это было бы, конечно, грустненько. Ну и, собственно, давайте узнаем, зря ли я потел и забивал эти 500 голов. Опять же, я вам напоминаю, я убил на это дохерище времени. Самый большой пак FIFA 21 на данный момент. Самый большой пак. Не было волкаута в паке за 100 тысяч. Хинтереггер, блядь, 500 голов. 500 голов. Вы только вдумайтесь, сколько я сидел и парился. Но зато они на Джеймса Родригеса и пока выскочили. Кто, блядь, в здравом уме будет играть за эту карточку? Мне кажется, у яшников есть какая-то система, которая отслеживает ваши покупки по FIFA Point. И, типа, если ты донатишь много, открываешь паки регулярно, то дроп они тебе урезают конкретно. Потому что то, что было в начале FIFA и то, что происходит сейчас, это прям небо и земля. Мне в каждом покопнинге сыпались какие-то топчики. Сейчас я вообще в глаза не помню, как выглядят волкауты. Серьезно. 30 редких падает на Бри, но он непродаваемый. Просто класс. Ну и чтобы до конца себе пруфануть, что я полный неудачник, я задоначиваю еще 12 тысяч фапонтов. К сожалению, вам даже показать нечего. Ни хрена. Ни одного волкаута, ни одного стоящего игрока. Видимо, я в каком-то тиневом бане у eSports. И да, паки я больше не открываю. И да, я уже вроде об этом говорил. Продолжение следует.